Были сразу наказаны возвращаться в игру, в очередной раз с начала матча с пропущенной ночью очень тяжеловато, тем более, еще раз повторю, что первая скорость, конечно, в баллисты не пытались, но не противостоять, тем не менее, да, ну, как очень тяжело сыграть, потому что не могли найти решение в опорной зоне, дисквалификации травмы сердца наше, да, очень-очень бьется и медленно, и, наверное, они были не совсем брали, поэтому мы в процессе пытались из двух узлов выбирать меньшую, несколько перестановок, но, к сожалению, опять же, особых дивизийных мы заперли. Спасибо. А у вас есть вопросы? Ну, нет, опять, много вопросов, не знаю, а Александр Сергеевич Волков, да, левый центральный защитник, правый центральный защитник, всего этого опорную зону, и получается, он, на самом деле, объективно, так, он лучший игрок, другого игрока, такого уровня у нас сейчас на сегодняшний день нет, вот прямой вопрос, прямой ответ можно сказать. Ну, если я вам скажу, что он есть, ну, вы же тоже смотрите футбол, а не чеканат мира по хоккею, вы же сами оцениваете уровень понимания, класс футболиста, опыт футболиста. Еще раз повторю, смотрите, какой у нас там такой симбиоз в обороне, в центральной зоне, ну, знаете, пока, как я уже говорил, ну, ребята стараются, есть способности, есть возможности, мы получаем, мы не можем вылезти из обороны, потому что, ну, у нас нет для этого предпосылок, нет оснащения игроков, которые могут, ну, хотя бы, хотя бы через раз передачу точно это делать. Мы стараемся, мы как-то можем, но, я сказал, игровая скорость очень сильно разнится, потому что соперник быстро работает с мячом, браки не пропускают к себе, только начинаем перестраивать, очень быстро работают, и нам тяжело, вот, даже количеством этому противостоять, поэтому, конечно, если бы игра скрадывалась немножко по другому причине, не начать найти мячей, ну, естественно, возможно, какой-то, какой-то период времени прошел, возможно, бы адаптировались, но мы не можем играть все время назад, понимаете, нельзя, мы, ну, проходим линию и возвращаем мяч назад, это, ну, игроки, так, наверное, приучены, в общем-то, ломать это очень сложно, поломать очень сложно. Еще один такой нюанс, по-моему, четыре эпизода я насчитал, когда игрок берет мяч и тащит его метров шестьдесят, для чего, что это вообще? Ну, узнал бы я рецепт, я, наверное, тоже как-то изменил, знаете, это вот такой комплекс существует, все это, знаете, я буду делать то, что я не умею делать, знаете, игрок, но свои качества, которые у него достаточно, есть неплохие, он их чаще всего прячет, а пытается на показ выставить то, что, наверное, не самый хороший элемент. И вот вы видели, мы делаем замены, пытаемся усилить, успокоить игроков, вроде бы, на наш взгляд, игроков выпускаем, которые, ну, хотя бы более-менее технически чуть получше оснащены, и вот они пытаются, знаете, как сказать, что то, что у вас не получилось, сейчас я все ваши проблемы решу. Пытаются играть в острое, пытаются найти такое решение, которое, ну, на их взгляд, снимет очень многие проблемы. Было бы так просто, было бы, наверное, играли бы при их голове. Желание, наверное, чрезмерное желание пока преобладает по здравому смыслу. Спасибо. Да, вы за лифтом, какие прогнозы, когда, например, ждать? Да здесь, вы знаете, делали бы не в прогнозах, есть сроки их ускорить, вряд ли кто-то сможет это, так как минимум еще два месяца. Вот, и вы понимаете, что, наверное, два месяца, да, он приступит только работать в общей группе. Мы сегодня выпускаем Мила Маратина, не имея, знаете, никаких прав, ни моральных, никаких. И выпускаем его не только потому, что там, знаете, дать ему поиграть, а возможность, ну, парень больше трех недель не занимался, правый на бой не может вообще ничего делать. Мы даем, чтобы он почувствовал хотя бы игровой уровень, потому что следующий матч, ну, надо что-то решать, что-то думать, как-то решать эту проблему. Ну, тяжело очень сделать, поймите, один-два игрока очень может круто изменить команду, вообще стиль, маньеру игры. Но тяжело нам, вы понимаете, нам пока даже тяжело играть без особого сопротивления, когда, особенно в опорной зоне, когда игрок получает мяч, ну, достаточно как бы свободе от пространства. Нам тяжело играть все равно в психологии, в философии игроков, отдать бас назад, отдать бас назад, стереотип, который заложен очень длительное время. А играть под давлением, в дефиците пространства времени, для нас это пока вообще тяжело. Поэтому и получается, что мы не можем выйти из обороны по ритму игрового. Мы тормозим атаки, тормозим атаки. Если, дай бог, у нас получается встречная атака, как соперник показал, и с этими атаками разбираются, во-первых, во-вторых, они такие подкопированные как бы были, то вы видите, что не хватает нам немножко пока плацать. Ну, надо стараться играть на своих качествах, организованной игроков и не было. Вы говорите, знаете, кто влез, кто подработал. В связи с Маркосом, я уточню просто пока пресс-конференция, все официально, там слухи какие-то появились, что он уехал, никогда не вернется. Он вернется также после отпуска небольшого, короткого, с удара по остановлению? Ну, насколько как бы я знаю, он уехал в Владимию как в Армению для награждения, был признан в бойбов в прошлом сезоне «Лучший паркокон», поэтому какие-то мероприятия связаны с этим. Вы поймите, я как бы тренер, я не знаю, какие у него там взаимоотношения, и, я могу точнее, по всему случаю, у меня, я думаю, я не слышал всему случаю, что он не вернется, там еще сколько. Один вопрос такой. Появился недавно Рустам Сахибов, он бывший игрок. Теперь кого-нибудь, прибавляйте завтра убежаться или молодежки, потому что пять игроков в запасе, это мало. Конечно, и, конечно, мне хотелось бы, я надеюсь, этот перерыв позволит еще как бы поближе с некоторыми ребятами познакомиться. Но не бывает так, процесс очень быстрый. Я уже говорил, что та ситуация, в которой мы находимся, с ней надо выжимать максимум и, в всяком случае, попытаться сделать то, что есть, посмотреть игроков, предоставить шанс внимательно на них посмотреть, использовать ее не просто, знаете, как проведение просто времени. В том числе и у Руслан. В всяком случае, я как бы доволен для первого времени, для первого матча, как по его отношениям, в всяком случае, попытки реализовать себя в плане игры. Потому что тяжеловато сразу, знаете, прийти из одного уровня в другой уровень. Я не говорю сейчас о уровне нашей команды, сопротивления, который нам предстанет. Мы не всегда имеем такую среду, с которой сталкиваемся в матчах в процессе тренировок. Поэтому для нас каждый матч, игровая скорость, нам тяжело как бы адаптироваться. И вроде бы игрок понимает ситуацию, но видит ее немножко с опозданием. Этот процесс очень как бы сложный. Поэтому не стоит задача научить там более точно дать мяч. Это будет как следствие этого процесса. Задача научить понимать игру, быстрее видеть эпизод, быстрее на него реагировать. Ну и естественно, как бы выполнять любой человек в знакомой среде, чувствовать себя более комфортно. Вот, есть несколько футболистов, которых я обратил внимание. Опять же, нужно познакомиться поближе. И они не только, скажем, в команде «Тобэжас» и в команде нашей второй лиги. Опять же, я не хочу, чтобы это получилось. Так же, знаете, попытка реализовывать ребят в следующий год, когда-то произойдет. Вот просто скажет, все, спасибо, все свободны. Понимаете, команда будет. Поэтому шанс у ребят, честный конкурентный торпе, адаптироваться, как и выполнять свои действия, но и обучаться. Пробелов очень много, это надо каждому признать. Так же и утрения очень много. Спасибо. Ну и коротенький завершающий. Вот и ближайший план. Просто сейчас две недели, например, три недели. Сейчас еще игра, по-моему, где? Опа. Снимается вопрос. Все, спасибо.